здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале в этом видео я кратко хочу рассказать о том какие культуры необходимо посеять в феврале месяце в прошлом году подобное видео у меня на канале уже был но кто там смотрит прошлый год поэтому в этом году это видео будет как напоминание тем кто и смотрел и тем кто тем более не смотрел и так что же нужно посеять феврале месяце друзья прежде всего можно посеять феврале все тоже о чем мы разговаривали что сеять в январе вкратце перечислил что мы сеяли в январе и что можно плавно перенести на посевы в февраль и так ампельная петуния вполне можно провести посевы пеларгония эустома виола бегония вечно цветущая и бегония клубнивая тоже вполне подходит для посева в феврале гвоздика турецкая китайская и все прочие виды гвоздик тоже можно сеять в феврале месяце газания катарантус вербена остеоспермом и тагетис это те культуры еще раз напомню которые я рекомендовал провести посевы в январе но если у кого-то не совсем подходящие условия для выращивания рассады то февраль для посева этих культур подойдет как нельзя лучше и так теперь плавно перейдем к тем культурам которые мы будем сеять в феврале месяце томаты для теплицы для выращивания в отапливаемой теплице для высадки рассады которую по 7 феврале потом в неотапливаемую теплицу еще рановато проводить посевы в феврале и так будем проводить посевы петунии кустовой кустовая петуния зацветет у нас через два с половиной месяца посчитайте сами вот если по 7 в середине февраля середина марта середина апреля вот как раз к первому маю такая петуния зацветет затем будем проводить посевы лобелии у нее примерно период развития такой же как у кустовой петунии поэтому посеянная в середине в конце февраля лобелия зацветет в мае месяце будем сеть агератум карликовый агератум карликовый это один из любимых наших цветов который смотрится но очень-очень ярко на клумбе поэтому кто не выращивал советую попробовать вырастить выращивается элементарно будем проводить посев алисума медового также можно сеять алисум желтый алисум фиолетовый и так далее но мы больше всего любим именно алисум белый за то что именно белый цвет алисума пахнет как нельзя лучше аромат стоит на весь двор сеять феврале также мы будем сальвию сальвию мы предпочитаем выращивать карликовые основные сорта которые нам нравятся хитоми от фирмы китана и компай от фирмы кита но посмотрите кстати у нас на сайте большой выбор как сальви так и всех остальных видов цветов ссылочку на наш сайт оставлю внизу в описании под этим видео друзья переходите все цветы о которых я рассказываю вы там найдете как в профессиональной упаковке так и поштучно так что милости как говорится просим и так будем сеять феврале львиный зев тоже предпочитаем карликовый но многим людям нравится и большой львиный зев который может достигать размера до одного метра в росте а карликовые 25-30-40 сантиметров бордюрный вид львиного зева проведем посевы в феврале месяце колеуса опять же тоже карликовые можно гигантский выращивать колюс на любой как говорится каприз можно посеять феврале месяце цинерарию приморскую прошу не путать цинерарию приморскую с обычной цинерарией которая считается весенним таким цветком выращивается в основном к праздникам каким-то вот будем сеть флоксы тоже прекрасный неприхотливый цветок будем сеять сельдерей корневой ежегодно мы проводим посевы затем выращиваем и всю зиму используем в пищу прекрасные полезные плоды сельдерея корневого будем проводить посев базилика через рассаду но мы базилик выращиваем через рассаду и к моменту высадки его врут уже хорошо развитые растения высаживаем либо в горшки большие либо на грядку прямо высаживаем в огород на огород будем также сеть семена лука репчатого для выращивания рассады затем эту рассаду будем высаживать в открытый грунт в мае месяце будем проводить посевы перца и баклажанов для дальнейшего выращивания в отапливаемой теплице перец и баклажаны для открытого грунта сеять феврале месяце еще слишком рано вот друзья собственно весь список что касается февральских посевов как видите чисто февральские посевы даже обширнее чем были у нас январские ну а в сумме январские с февральскими то что можно все посеять феврале конечно же это уже есть где разгуляться огороднику любителю друзья так что февраль это уже такой ну чуть напряженный для нас с вами месяц потому что увеличивается количество посевов и ухода за полученными всходами надеюсь то что вы посеяли в январе все у вас хорошо взошло хорошо себя чувствует ну а февраль у нас вот он только предстоит желаю всем хороших посевов всходов крепкого здоровья и вообще всего самого лучшего до свидания до новых встреч